Здравствуйте, мои любимые мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки! Сегодня мы будем слушать сказку Павла Бажова «Ключ земли». К этому ремеслу камешки-то искать приверженности не было. Случалось, конечно, нахаживал, да только так, без понятия. Углядишь на смывке галечку с огоньком, ну и приберешь, а потом у верного человека спрашиваешь, похоронить али выбросить. С золотом-то куда проще. Понятно, и у золота сорт есть, да не на ту стать, как у камешков. По росту, да по весу их вовсе не разберешь. Иной, глядишь, большенький, другой много меньше. Оба ровно по-хорошему блестят, а на поверху выходит разница. Большой-то запятак не берут, а к маленькому тянутся. Он, дескать, небывалой воды. Тут игра будет. Когда и того смешнее. Купят у тебя камешок, и при тебе же половину отшибут, и в ссор бросят. Это, говорят, только делу помеха. Куст темнит. Из остатка еще половину сточат, да и хвалятся. Теперь в самый раз вода обозначилась. И при огне тухнуть не станет. И верно, камешок вышел махонький, а вовсе живенький. Ровно смеется. Ну и цена у него тоже переливается. Услышишь, ахнешь. Вот и пойми в этом деле. А разговоры эти, Какой камень здоровья хранит, Какой сон оберегает, Либо там тоску отводит и прочее. Это все по моим мыслям От безделия рукоделия. При пустой беседе Язык почесать и больше ничего. Только один сказ о камешках От своих стариков перенял. Этот, видать, орешек С добрым ядрышком Кому по зубам Тот и раскусит. Есть, сказывают, в земле Камень-одинец. Другого такого нет. Не то, что по нашим землям И у других народов Никто того камня не нахаживал. А слух про него Везде идет. Ну, все-таки Этот камешок в нашей земле Это уж старики дознались. Неизвестно только, В котором месте. Да и это по делу И ни к чему. Потому этот камешок Сам в руки придет, Кому надо. В том и особенка. Через девчонку одну Про это узнали. Так, сказывают, Дело-то было. То ли под Мурзинкой, То ли в другом месте Был большой рудник. Золото и дорогие каменья Тут выбирали. При казенном еще положении Работы вели. Начальство в чинах До ясных пуговках Палачи при полной форме. По барабану Народ на работу гоняли. Под барабан Сквозь строй водили. Прутьями захлестывали. Одним словом, Мука мучинская. И вот промеж Этой муки Моталась девчушка Васинка. Она на том руднике И родилась. Тут и росла, И зимы зимовала. Мать-то у ней Вроде стрепухи При щегарской казарме Была приставлена. А про отца Васинка Вовсе не знала. Таким ребятам известно, Какое житье. Кому бы и вовсе Помолчать надо. И тот от моей ты То своей, Глядишь, кольнет, А то и колотушку даст. Было бы на ком Злость сорвать. Прямо сказать, Самой горькой жизни, Девчонка, Хуже сироты круглой. И от работы Ущетить ее некому. Ребенок еще Возже держать Не под силу, А ее уж К таратайке нарядили. Чем под ногами вертеться, Вози-ка песок. Как подрастать стала, Пехло в руки Да с другими девками бабами На разборку песков Выгонять стали. И вот, понимаешь, Открылся у этой Васинки Большой талант На камни. Чаще всех Выхватывала, А камешок Самый ловкий, Вовсе дорогой. Девчонка Без сноровки Найдет И сразу Начальству Отдает. Те, понятно, Рады стараться, Который Камешок В банку, Который Себе В карман, А то Из-за щеку. Недаром Говорится, Что большой Начальник В кармане Унесет, То маленькому Подальше Прятать надо. А Васинку Все похваливают, Как сговорились. Прозвище Ей придумали Счастливый Глазок. Какой Начальник Подойдет, Тот Первым Делом И спрашивает. Ну как, Счастливый Глазок, Обыскала, Что? Подаст Васинка Находку, А начальник И Затакает, Как гусь На отлете. Так, 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 Старайся, Девушка, Старайся. Васинка Значит, И старается, Да ей Это И Самой Любопытно. Раз Обыскала Камешок В палец Ростом, Так Все Начальство Сбежалось. Украсть Даже Никому Нельзя Стало. Поневоле В казенную Банку Запечатали. Потом Уж Сказывают Из царской Казны Этот Камешок В Которую-то За границу Ушел. Ну, Не о том Разговор. От Васинкиной Удачи Другим Девкам Бабам Несладко От Начальства Прижимка. Почему У ней Много, А у вас Один Пустяк? Да и Того Мало. Видно, Глядите Плохо. Бабишке Чем бы Добром Подучить Васинку, Давай Ее Клевать. Вовсе Житья Девчонки Не стало. Тут Еще Пес Выискался, Главный Щегарь, Польстился, Видно, На Васенькина Счастье, Да и Объявил, Женюсь На Этой Девчонке. Даром, Что Сам Давно Зубы Съел, И Ближе Пяти Шагов К Нему К Нему Не Подходи, Пропастин И Разит, Изнутра Протух, А Тоже Гнусит. Я Те, Девонька, Благородьем Сделаю, Понимай Это, И Все Камешки Мне Одному Сдавай, Другим Не Показывай Вовсе. Васинка Хоть Высоконькая На Ногах Была, А Еще Далеко До Невест Не Дотянула, Подлеток Еще Годов Может Тринадцати, Много Четырнадцати, Да Разве На Это Поглядят, Коли Начальство Велит, Сколь Хочешь Годов Попы По Книгам Накинут, Ну Васинка Значит И 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 Видит Этого Протухлого Жениха Поскорее Подает Ему Какие Камешки Нашла А Он Бормочет Старайся Васена Старайся Зимой То На Мягкой Перине Спать Будешь Как Отойдет Бобенки И Давай Васенку Шпынять На Смех Поднимут А Она И Без Того На Части Б Разорвалась Ка Б Можно Была После Барабана К Матери В Казарму Забежит Того Хуже Мать То Конечно Жалела Девчушку Всяко Ее Выгораживало Да Велика Ли Сила У Казарминой Стрепухи Коль Еще Горьей Начальник И Всякий День Может Бабу Под Прутья Поставить До Зимы Все-таки Восенка Провертелась А Дальше Не Вмоготу Стала Каждый День Этот Щегарь На Мать Наступать Стал Отдавай Дочь Добром А то Худо Будет Про Малолетство Ему И не Поминай Бумажку От Попов В нос Тычет Еще Что Сплетешь По Книгам Небось Шестнадцать Лет Обозначено Самые Законные Годы Коли Упрямство Свое Не Бросишь Пороть Тебя Завтра Велю Тут Мать То И Подалась Не Уйдешь Видно Доченька От Своей Доли А Доченька Что Руки Ноги Отнялись Слово Сказать Не Может К Ночи Все-таки Отошла И С Рудника Побежала Вовсе И Не Сторожица Прямо По Дороге Зашагала А Куда О Том И Не Подумала Лишь Бы От Рудника Подальше Погода То Тихая Да Теплая Издалась И С Вечера Снег Пошел Ласковый Такой Снежок Ровно Мелкие Пёрышки Просыпались Дорога Лесом Пошла Там Конечно Волки И Другой Зверь Только Васёнка Никого Не Боится На То Решилась Пускай Лучше Волки Загрызут Лишь Бы Не За Протухлого Замуж Снег Все А А Он К Лет 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 Посидела А Подняться И Не Может Только Не Испугалась Про Себя Подумала Еще Что видно Дорогу Женой Занялись Занялись Неширокий Зава На Этом Поле Кустиками И Деревья Реденько Все Пожелтело Как Осенью Поперек Поле Река Черным Чернехонько И Не Пошевельнется Как Окаменело За Рекой Прямо Перед Васенкой Корочка Небольшая А На Верхушке Камни Голыши Посредине Как Стол А Кругом Как Табуреточки Не По Человечьему Росту А Много Больше Холодно Тут И Чего-то Боязно Хотела Уж Васенка Обратно Податься Только Вдруг За Горкой Искры Посыпались Глядит На Каменном То Столе Ворох Дорогих Камней Оказался Разными Огоньками Горят И Река От Них Повеселее Стала Глядеть Люба Тут Кто-то И Спрашивает Это На Кого Снизу Ему Кричат На Простоту И Сейчас Камешки Искорками Во все Стороны Разлетелись Потом За горкой Опять Огнем Полыхнуло И На Каменный Стол Камни Выбросило Много Их Не Меньше Поди Сем 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 Камешки Полетели Во Все Сем Сем Ровно Облако Жучков Поднялось Та Только Различка Что Блестят По-другому Одни Красным Отливают Другие Зелеными Огоньками Посверкивают Голупенькие Тоже Желтенькие Всякие И Тоже На лету Жужжат Загляделась Васенка На тех Жучков А За горкой Опять Огнем Полыхнуло И На Каменном Столе Новый Ворошок Камней На Этот Раз Вовсе Маленький Зато Камни Все Крупные И Красоты Редкой Снизу Кричат Это На Удалого Да На Счастливый Глаз И Сейчас Камешки Как Мелкие Пташечки Заныряли Полетели Во все Стороны Над Полем Ровно Фонарики Запокачивались Эти Тихонько Летят Не Торопятся Один Камешок К Васенке Подлетел Да Как Котенок Головенкой В руку Уткнулся Тут Дескать Я Возьми Разлетелись Каменные Птички Тихо Да Темно Стало Ждет Васенка Что дальше Будет И Видит Появился На каменном Столе Один Камешок Ровно Вовсе Простенький На пять Граней Три Продольных Да Две Поперечных И тут Сразу Тепло Да Светло Стало Трава И деревья Зазеленели Птички Запели И река Заблестела Засверкала Запоплескивала Где голый Песок Был Там Хлеба Густые Дорослые И людей Появилось Многое Множество Да Все Веселые Кто Будто И с работы Идет А тоже Песню Поет Васенушка Тут Сама Закричала Это Кому Дяденьки Снизу Ей И Ответили Тому Кто Верной Дорогой Народ Поведет Этим Ключом Камнем Тот Человек Землю Отворит И тогда Будет Как Сейчас Видела Тут Свет Потух И ничего Не стало Старатель С женой Сперва Посомневались Потом Думают Откуда У девчонки В руке Камешок Оказался Стали Спрашивать Чья Она Да Откуда Васенка И это Безутайки Рассказала А сама Просит Тетенька Дяденька Не Сказывайте Про меня Руднишным Муж С женой Подумали Подумали Да и Говорят Ладно Живи У нас Ухраним Как-нибудь Только звать Станем Феней На это Имя Ты И Откликайся У них Видишь Своя Девчонка Недавно Умерла Феней Конечно И в Демидовской Деревне Сладкого Было Мало А все Не на ту Стать Как на Казенном Руднике Ну и Камешок Который В руке Васенки Оказался Помог Старатель Сбыл Таки Потихоньку Этот Камешок Понятно Не за Настоящую Цену А все Таки Хорошие Деньги Взял Маленько И Вздохнули Как в Полный Возраст Васенка Пришла Так в Этой Же Деревне И замуж За Хорошего Парня Вышла С ним И до Старости Прожила Детей И Внуков Вырастила Старое Свое Имя Да Прозвище Счастливый Глазок Бабка Федосия Может И сама Забыла Про Рудник Никогда Не Вспоминала Только Вот Когда О Счастливых Находках Заговорят Всегда Вяжется Это Говорит Хитрости Мало Хорошие Камешки Обыскать Да Немного Они Нашему Брату Счастье Дают Лучше О том Надо Позаботиться Как Ключ Земли Поскорее Вызволить И тут Расскажет Есть Дескать Камень Ключ Земли До Времени Его Никому Не Добыть Ни Простому Ни Терпеливому Ни Удалому Ни Счастливому А вот А вот Когда Народ По Правильному Пути За Своей Долей Пойдет Тогда Тому Который Передом Идет И Народу Путь Кажет Этот Ключ Земли Сам В руки Дастся Тогда Все Богатства Земли Откроются И Полная Перемена Жизни Будет На то Надейтесь Вот и Сказки Конец А кто Слушал Молодец Понравилось Видео Подписывайся На канал Ставь лайк Пиши Комментарии Жми На колокольчик До Встречи В Новых Видео Редактор субтитров Корректор А.Егорова